Достаточно острую подготовки к школе, там очень много надо по этому поводу сделать. Огромный привет Башкирии и Сильдорфу. Тени на мне это Naked 1 от Urban Decay. Самая-самая первая Naked, которую я вытащила, вернее это у меня уже она же вторая. Первая закончила в свое время, я купила потом такую же другую. Одним словом, да, цвет не совсем фиолетовый, цвет на самом деле голубоватый серый. И он очень мне нравится. Спасибо. Да, эфир я оставлю как прошлый. Так вот, о чем хотела сказать. Хочу сама прежде всего задать вопрос. Надеюсь, вы мне ответите о ваших впечатлениях, если вы с этим явлением сталкивались. Спасибо, мои хорошие. Пришло мне в голову купить электрический велосипед. С чем это связано? С тем, что видимо жизнь наша меняется. Мы уже осознали эту проблему, когда была забастовка зимой, когда не было общественного транспорта. Сейчас эпидемия. Сейчас нам говорят о том, что транспорт заработает, то есть он и сейчас работает, но в него хлынет людской поток тех, кто вернется на работу. Как все это выглядит, абсолютно непонятно, потому что в метро придется людям как будто бы держать тоже дистанцию один метр. То есть как бы уже у меня это вызывает вопрос, как это возможно. Это видео будет возможно только путем сокращения этого потока, то есть очередью перед метро. Я не вижу, что еще можно придумать. И если это сильно будет так, то как бы в метро нам лучше будет не соваться. Тем более, что парижский мэр предупредил, еще будут выделены новые улицы и магистрали под велосипедное движение. Даже будут продублированы пути метро с помощью велосипедов там, где еще нет велосипедных дорожек. Вот я и думаю, поскольку вся эта гадость надолго, по-видимому, не приобрестили мне электрический велосипед. Почему электрический? Потому что с сентября пойдет учеба, потом буду я проходить стаж, скорее всего. То есть и работа, и в связи с этим, конечно же, транспорт мне будет нужен. Машину не хочу категорически, потому что в Париже как бы уже и для автомобилей и так закрывались все больше и больше магистрали и улиц. Сейчас это будет происходить в еще более массовом порядке. Улицы револи будут закрыты, как нам сказали, для автомобильного движения. Ну и машину ставить просто там учишься, это бессмысленно. Поэтому я и подумала, почему бы не электрический велосипед, чтобы не приезжать запыхавшись в какой-то красивой одежде и так далее. У кого из вас есть такая вещь, скажите, что думаете, как он вам в городе, как вообще и что. Да, мопед не хочу. Я не могу мыслить, что такое электрический велосипед. Я думаю, что это нормальный велосипед, но с некой электрической поддержкой, чтобы вы не нажимали особенно на педали, особенно на подъемах. Как ни странно, в Париже подъемов немало. В частности, от Наскому и Парнасу есть подъем. И когда вы его делаете на обычном велосипеде, уверяю вас, он достаточно жесткий, этот подъем. Огромный привет Италии. Это стоит безумно дорого. Ну, во-первых, можно купить в рассрочку. Во-вторых, правительство как будто выделяет некую сумму, если вы приобретаете такого рода вид транспорта. Так что пребываю я в раздумьях. Очень хочется, но вот жизнь меняется, и мы к ней должны как-то адаптироваться. Давайте посмотрим, что еще сделаешь. Ну и про работу я вам расскажу, когда все это уже пойдет своим путем. Давайте про осень. Осень, вернее, про это поговорим. Так, самокат не хочу. Самокат как-то... Самокат не то, что мне нужна с собой сумка, как правило, какие-то вещи. И это не очень просто самокатом. Привет великому Новгороду. Так, что еще я хотела сказать. И как будто бы у велосипедов такого класса, собственно, этим во многом объясняется высокая цена, есть очень сильная система защиты, там чуть ли не геолокализация и так далее, и тому подобное. Так что буду думать. А о чем еще хотела вам сказать? Одним словом, надеюсь, что вы поделитесь своим мыслям. Я, может быть, вам сфотографирую выложу велосипед, который хочу приобрести, и вы мне напишите, что об этом думать. Давайте перейдем к вопросам. Один был очень интересный вопрос. Простите, если он покажется немножко длинным. Но мне он понравился. Мне очень хочется на него ответить. Итак, где у меня этот вопрос? Мне написала подписчица, которая 27 лет. Я очень люблю искусство, пишет она, пишу стихи, учу иностранные языки, педагог. Вроде бы все хорошо, но личная жизнь не складывается. Начинаются разные отношения, потом неожиданно обрываются просто в виде сообщения, вроде ты красивая, замечательная, но мне пора, или сошелся в бывший. При этом обычно еще начинаются всякие командировки. Когда молодого человека ждешь по два месяца, он звонит, уверяет, что все чудесно, и скоро будем вместе. А потом в СМС-порядке сам разрывает отношения. И так далее, и тому подобное. Все читать не буду, но вы поняли. Что я хотела сказать этой своей подписчице? Мне кажется, я опять-таки не могу об этом судить в полной мере, потому что я не знаю ситуации, кроме как по этому вопросу. Но мне кажется, что сама позиция ожидания мужчины, она неправильная. Мне кажется, она имеет место должна только в случае, если мужчина на войну ушел. Тогда его нужно ждать, и это замечательно. Жди меня, я вернусь. Ожидание своем, ты спасла меня. Во всяких других случаях, как только вы начинаете ждать мужчину, мужчине не хочется к вам возвращаться. Я в этом уверена, потому что мужчина для этого не создан. Он считает, что вы в каком-то смысле всегда есть. К вам хочешь, вернешься, хочешь, нет. Ждать не нужно. Нужно жить всегда своей жизнью. Именно тогда ему захочется вернуться, и он не будет от вас отделываться вот этими смс-ками, или что он вернулся к бывшей и так далее. Пусть он будет в вашей жизни, если вам так хочется, но не ждите. Не ждите. Делайте то, что должны делать. Занимайтесь своими делами. Любите жизнь. Будьте для нее открыты. Кому надо, вернется. А не вернется. Ну и бог с ним. Так, шлемы, воротники. Но это уже будет второй этап. Про аксессуары я пока не думаю, потому что, опять же, даже в рассрочку это все-таки вложение. Достаточно серьезное такое рода велосипед. Так что посмотрим. И еще какие были вопросы? Еще был очень хороший вопрос. Так, сейчас я его найду. Сколько лет вашим ребятам? Ребятам 6,5. Так, вот, меня спросили, чем закончился мой художественный конкурс, который я объявляла. Было действительно много работы. К сожалению, тот проект, который у меня был на тот момент, не состоялся. Почему? Потому что, когда я начала им заниматься, на меня нахлынула несколько другая проблематика. И я была абсолютно не в теме. Я не могла себя посвятить вообще тогда ничему. Период был достаточно тяжелый. И, увы, проект не состоялся. Я не знаю, если честно, сможет ли он состояться когда-нибудь. Но так, согласна, говорит еще одна моя зрительница. Мужчина должен бояться потерять. Если этого нет, пусть идет подальше. Совершенно верно. Поверьте, мужчина, который вас заинтересован, никогда не будет от вас отмахиваться и заставлять вас ждать. Он сам будет бежать за вами, идти за вами, хотеть с вами встретиться. Нет, детишек я не собираюсь возить, не успеть. Во-первых, их двое. Но будут ведь поездки, которые я должна буду совершать одна. Переосмыслили ты какие-то вещи за период карантина? Я думаю, я переосмыслила главное. Я вам уже не раз говорила. Никакого райского времени не будет, конечно же, когда все это кончится. Мне кажется, что наивно предполагать, будто бы все мы что-то переосмыслили в глобальном плане. Будем жить по-другому, будем чище, лучше и так далее. Я в это не верю. Единственное, что личнее переосмыслила, я буду меньше испытывать чувство вины, когда буду в хрень доставлять себе удовольствие. Вот теперь, когда я буду сидеть на террасе с кофе или ходить в ресторан с друзьями, я буду просто наслаждаться моментом и не думать о том, что я трачу на себя деньги и так далее. Теперь я буду в этот момент вспоминать, что я поднимаю французскую экономику, так пострадавшую в момент карантина. Вот такой у меня прагматичный будет результат всего этого периода, и ничего такого я не... глобального не переосмысла. Вы в город выходите в маске? Нет, пока у нас маска не является обязательной. Собственно, она и не нужна, потому что людей очень мало, в метро вообще нет никого. Она будет обязательно в общественном транспорте. Это еще одна из причин, по которой я не очень хочу в будущем ездить на метро. Если придется ездить на метро в маске, лучше я буду ездить на чем-то другом, на том же велосипеде. Потому что маска, на мой взгляд, да, она необходима в такой ситуации, но она будет таким рассанником микробов, особенно в летнюю жару, и это будет ужасно. Я не представляю себе, на что я буду похожа, и вообще все мы будем похожи. Поэтому на улице в маске я ходить не буду, и столько это не сделают обязательным. К людям я все же не приближаюсь. Если будет ситуация, где действительно толпа, и от них никуда от людей не денешься, тогда да, но в принципе я надеюсь, что этого делать не придется. Так, какие рекомендации могли бы вы дать тем, кто решила заняться саморазвитием на карантине? Я пыталась их самой себе давать. Я даже делала на эту тему какой-то очень такой, как сказать, наполненный энтузиазмом, немножко пионерский пост вначале. Потом я поняла, что я ничем не хочу заниматься на карантине, что я занимаюсь необходимыми делами, я пытаюсь пережить этот карантин, но ни о ком саморазвитии, конечно же, речи не было, увы. Париматч фильм я еще не смотрела, я собиралась это сделать и не смотрела. Так, вот еще хороший был вопрос. Носите ли вы броши? Вот именно броши я не ношу вообще. Раньше, когда я носила головные уборы, они у меня могли появиться на беретах. Почему я не люблю броши? Я терпеть не могу дырки, которые они делают в одежде, вот честно. Поэтому броши я это... Так, у вас получается произносить четыре носовых звука. Я как будто бы неплохо их произношу, конечно, не так, как французы, но, в принципе, достаточно неплохо для русскоязычной. Так, эфир сохранится. Помощься по хозяйству у меня есть, потому что, как вы, может быть, могли заметить, у нас достаточно большое пространство, у нас очень много ванных комнат. В нашем доме так получилось, что их пять. Я отнюдь не говорю, что это очень хорошо. Собственно, почему я мне делаю рум-туры? Потому что я их делаю, вернее, очень мало. Я этот дом показываю какими-то урывками. Почему? Потому что я не считаю его своим. Он не мой. Это дом моего мужа. Мой муж обязательно в него вернется. И я обязательно отсюда уеду. Почему? Потому что я уже говорила, этот дом по своему стилю, по своему уровню, по своему пространству не подходит тому стилю жизни, который сейчас у нашей семьи. Мы не люди какого-то очень высокого материального уровня. Мы не делаем суперприемы. У нас нет персонала, который должен заниматься такого рода домом и садом. Жизнь так сложилась, что мы в нем оказались. Собственно, для его мужа это была немножко неожиданность. Мы не очень долго вместе в нем прожили. Так что я уеду в гораздо более скромное место жительства в скором времени, я надеюсь. И вообще я буду жить более скромно, чем жила в браке. Это неизбежно, когда вы разводитесь. И это не пугает меня, потому что я прекрасно понимаю, от чего я ухожу, к чему я иду, и что для меня было уже неприемлемо. Свобода бесценна абсолютно. Поэтому если ради свободы нужно поступиться к каким-то уровням жизни, я полностью на это согласна. И я с огромной удовольствием начну жизнь более самостоятельную, более современную, что ли, более подходящую мне. И надеюсь, что с сентября все это будет уже, как говорится, на мази. Да, я совершенно точно буду более счастливой, потому что счастье к материальному состоянию относится мало, как ни странно. Конечно же, никто не скажет и обратного, деньги иметь хорошо, но они не заменят в жизни чего-то главного, когда этого главного нет. Я сказала бы так. Какие еще вопросы? Что касается вам можете по хозяйству, то оно есть почти у всех французов. По можете по хозяйству, вы платите в среднем 12 евро в час, и из них половина вам возвращается в момент, когда вы платите налоги. То есть половина этих денег вычитается из ваших налогов. Конечно же, есть отчисления еще налоговые, но в принципе любой человек может себе позволить домработницу, даже люди, живущие в маленьких городках, в деревнях. Это вообще не проблема, это ни в коем случае не показатель какого-то особенного богатства. Так, считает ли вы, что все в жизни происходит к лучшему? Не все в жизни происходит к лучшему, но все, что происходит, как кажется мне, может нас чему-то научить. Именно в связи с этим, в связи с этим, то, что с нами происходит, всегда для нас драгоценный опыт, даже на самом деле ничего хорошего в этом не было. Я думаю так. Да, в основном это мигранты. У меня ни разу не было помощи по хозяйству, которая была бы тем, что в нашем понимании является чистокровной, уроженкой Франции. У меня была девушка с Украины, даже несколько раз из, подождите, были девушки африканского происхождения, была даже чеченка один раз, представьте себе. В Нормандии другое. Когда в Нормандии агентство нам посылало поможете по хозяйству, там это были действительно девушки, предки, которых еще жили в Нормандии. В Барижском регионе, да, в Барижском регионе только иммигранты занимаются этой работой. Так, а сейчас у меня любимая моя совершенно помощница, девушка из Сербии. Так, во Франции преимущество съемное жилье. Я уже не раз на этот вопрос отвечала. Сложно получить кредит для того, чтобы купить себе квартиру в личную собственность. Гадали ли вам по руке? И вы знаете, гулять на Ютубе расклад на меня сделал один дяденьку, который якобы какой-то магический канал, я из любопытства посмотрела. Там всегда стать забавно, потому что его некоторые утверждения абсолютно не соответствуют действительности. Но факт, что по его словам я должна бы развестись, так и произошло. Но я, конечно же, не из-за его расклада развелась. А там было по-другому. Но в целом я не люблю гадания. Я считаю, что они как-то человека программируют, может быть, абсолютно ненужным образом. И немножко ему закрывают какие-то двери мысленно, о которых он перестает думать из-за этого гадания. Я хаотично сейчас изъясняюсь, но, может быть, вы поняли, о чем я говорю. Хорошо, когда в жизни предполагаешь всякое и готов к любой случайности, к любой неожиданности. А не просто тебя запрограммировали, ты только в это вещь. Да, он сказал, что я плохой человек, кстати. Но опять-таки гадание ведь не, как я понимаю, не стало бы я, если бы была гадалкой, как это не сложно себе представить. Привет, Лизонька. Не стало бы я делать диагноз, человек хороший он или плохой. Мне кажется, что смысл гадания вообще должен был быть не в этом, даже если бы кто-то захотел его делать. Что самое дорогое в жизни установка мыслей на пусте оставила вам ваша мамочка? Моя мамочка оставила мне самое главное, то, что по-прежнему со мной, это ее бесконечная ко мне любовь. Вот это то, что с ее смертью не ушло, тут даже дело не только в том, верующий человек или нет, а просто это ощущение, которое со мной остается, любовь, ее со мной есть. Я ее ощущаю абсолютно точно, я ее ощущаю такими волнами, когда вижу ее во сне, это происходит нередко. И вот то чувство, что она по-прежнему меня любит, где бы она ни была, это самое главное. И это с ребенком остается всегда. Надеюсь, что мои дети тоже это будут чувствовать после моей смерти. Ну и, конечно же, до нее желательно тоже. Так, нет, он мне нагадал не мужчину младше меня, я нарочно недавно, кстати, смотрела этот расклад, потому что кто-то мне про него напомнил. Нет, он мне нагадал мужчину примерно моего возраста. Младше меняет как бы настолько не в моем стиле, что, конечно, большая разница в возрасте. Это было возможно в моей жизни только один раз, потому что это была любовь. Сегодня в моем возрасте я не думаю, что я смотрела бы на мужчин настолько старше. Поможете лучше преклонного возраста и лучше наша ровесница? Моя помощница, моя ровесница, как иначе она бы справилась с таким объемом работы, если бы она была в пожилом возрасте. Потом у нас высота, и надо залезать там иногда на стремянку, и все это достаточно непросто. Так, какие еще были вопросы? Как показала практика блогеров, он ошибался сейчас. Да, вы по-прежнему про этого дяденьку. Ну, вообще, мне кажется, что легко предсказать человеку развод. Сегодня это настолько часто происходит, по крайней мере, у людей моего поколения, что скорее было бы удивительно, если бы он мне предсказал, что я не разведусь никогда. Тут вероятности было бы меньше, чтобы это сбылось. Вы довольны цветом волос? Представьте себе, нет. Почему? Потому что, как всегда, когда парикмахеры во Франции занимаются цветом, они ошибаются. Я не хотела красный. Я не хотела красный. Она меня уговорила на эту краску. Мне не нравится результат. Я думаю, что, скорее всего, я буду возвращаться в брюнетку. Может быть, не сразу, может быть, еще какое-то время, вот это вот, посткарантинно я побуду рыжий. Но поскольку у меня так, видимо, и не получится рыжий, который я хочу, то есть рыжий, немножко золотистый, то вернусь я лучше в брюнетку. Но тут тоже редкие парикмахеры, которые могут меня покрасить брюнетку так, как я хочу. В большинстве случаев я выхожу с черным цветом такого вороного крыла. Не хочу черный, хочу цвет такой, как мой настоящий, как мои брови, чуть-чуть шоколадный, холодный. Не знаю, посмотрим. Но пока вот остаюсь с этим. Опять же, он мне нравится не сногсшибательно. Как относится к разводу во Франции? Есть ли осуждение, как, например, в России? Это настолько часто здесь происходит. По-моему, по статистике в парижском регионе разводом заканчиваются сегодня два брака из трех, что это не выделяет вообще никого. И люди фактически привыкли к этой ситуации. Я вижу семьи, которые, например, оба были разведены, у каждого дети от первого брака, есть еще дети совместные, и все это уживается. И все это, как в одной статье психолог написал, семьи пэтчворк, то есть семьи абсолютно из разных элементов, в них еще присутствуют бывшие, и все они общаются друг с другом из-за детей. И это очень здорово, когда это происходит хорошо. У нас развод получился более драматический. Я, если честно, не хотела, чтобы он был таким. Но, видимо, какой, как мне кто-то сказал, развод всегда такой, какой была совместная жизнь. Жили плохо, разводимся плохо. Жили бы хорошо, разводились бы хорошо. Так что, видимо, ничего удивительного нет. Ну и вот, собственно, все, что я хотела сказать. Так что развод, в этом нет ничего удивительного. Главное, это чтобы не было при разводе никаких драм, травмирующих детей и так далее. Ну, да, шатенкой. Ну, вот опять же, какая шатенка? Смотри, я, скорее всего, темная шатенка, но не жгучая брюнетка. И вот именно этого цвета добиться трудно. Да, политикой я интересуюсь. Я люблю читать журналы соответствующие. Я люблю слушать радио. Спасибо за комплимент. Ну, сейчас единственное, что утомляет, это то, что все настолько поглотился бы коронавирус, что как бы никаких новостей больше нет. И такое впечатление, что ничего в мире вообще не происходит. И планеты как-то уже, наверное, вертятся по-другому. И вот это жалко. Так, какие стили цвета в интерьере вам нравились раньше и сейчас? Ну, кто только уже не высмеял мои бархатные шторы, я уже говорила. Моего мужа в целом вкус такой. Он очень ревностно относился ко всем нашим интерьерам. Он сам всегда их делал. И надо сказать, у него есть определенные склонности художественные, в том числе к декору, который у него больше театральный, нежели домашний, скажем так. Мне сегодня хочется минимализма. Я думаю, что в своей будущей квартире у меня будут белые стены и, может быть, несколько цветовых пятен. Мне хотелось бы так. Я очень надеюсь, что это скоро состоится. И вообще мне очень хочется собственный какой-то угол, чтобы там именно я могла делать все так, как мне хочется. Родственники ко мне приезжали часто. Сейчас, конечно же, все это, к сожалению, остановилось на неопределенный срок. И это одно из самых тяжелых, наверное, последствий карантина. Дети тем более привязаны к дедушке. И вот это действительно момент для всех очень неприятный. Как перестать сожалеть об упущенных возможностях? Надо искать новые возможности, потому что пока вы сожалеете об упущенных, новые не стоят на месте и к ним становишься нечувствительнее, если все время только сожалеешь об упущенном. Богемный стиль? Не знаю. Мне нравятся иногда элементы богемного стиля. Видите, как может быть вот такого рода серьги, что-то такое, какая-то длинная юбка. Иногда, вдруг, ну, это не только или же, как не только потом. Субтитры создавал DimaTorzok Поведь Блок